Приветствую вас, я начну отвечать на ваш вопрос несколько с конца, да, с конца. Вот вы говорите, что в своем дополнении, да, значит, что вам все пишут, все пишут, что внешне ничего не значит, но почему красавчики пользуются таким спросом. Хорошо. А, допустим, красавчики пользуются таким спросом. А спросом у кого? У кого они пользуются спросом? У каких людей они пользуются спросом? У каких женщин они пользуются спросом? По какой причине вы считаете, что человек это товар, ибо только на товар может быть спрос? Ну вот как это происходит? Ну почему это происходит? У вас, я имею ввиду. Так, понимаете? Какая история. Смотрите, какой момент. То есть мне вот здесь, если честно, импонирует ответ моего коллеги, Кудрячева Игоря Леонидовича, да, который вам говорит о том, что необходимо заняться личностным ростом, в первую очередь, да, а не заниматься своей внешностью, которую вы не измените, ну разве что только пластикой, да, но пластика по понятным причинам не может рассматриваться как решение проблем. Вот. У кого? Подумайте, что это за люди? Вот, что это за люди, которые обращают внимание на красавчиков? Это люди, которые ведутся на внешность. Это люди, которые считают, что внешность самое главное. Но внешность это что? Поверхность. Поверхность. А, поверхность? Любая поверхность. Так? Поверхность. Это лишь вершина Айдберг. То есть это ни в коем случае не может быть, ам, ну что-то, чем-то серьезным. Вот. Хотя бы просто потому, что на внешности, да, на одной только внешности отношения не построишь. Вот. Ну что? Нет, ну вы можете, безусловно, вы можете, безусловно, хотеть, да, вы можете, безусловно, хотеть и пытаться построить такие, такие отношения. Если вам это, ну если вам это интересно, да, вот если вы, прям, для себя, когда вы только решились, то я буду строить отношения, там, только на внешности, ну, основанные на внешности, да, вот. Ну, это ваше право. Но, опять же, вот, не стоит ждать, да, не стоит ждать. С того, что такие отношения будут, ам, сколько-нибудь, эм, крепкими, для вас. Вот. Я бы, я бы так сказал. Понимаете? Это вот и всё. То есть, по сути, по сути, по сути, по сути, эм, каждый человек сам, вот, каждый человек, да, он сам выбирает, он сам выбирает, какие он хочет строить отношения. И исходя из того, какие отношения человеку нужны, да, он уже, эм, соответственно, что-то делает. Вот и всё. Вот и всё. Понимаете? Тут, как бы, вот, больше, да, больше. Вариантов-то и нет. На самом деле. Вы просто выбираете тип отношений, которые хотите строить. И всё. Дальше. Проблема состоит в том, что я делаю ужасный акцент на внешность. Это комплексы, эм, комплексы, это ложные представления о себе, которые базируются на ложных же установках, которые, в свою очередь, имеют происхождение из детства. Эм, комплексы базируются на интроектах и на синкретах, когда одно подразумевает другое и, в действительности, не соответствуют, эм, не соответствуют друг другу, логические цепочки нарушаются, деструктивность увеличивается, и, в итоге, человек просто оказывается в пространстве. Вот. Если задать вам вопрос, почему вы делаете ужасный акцент на внешности, чтобы что, вы увидите, что на свою внешность вам по большому счету плевать. То есть вы хотите с помощью внешности что-то, до чего-то добиться, а этого добиться всегда можно другими путями. Для этого нужно свою установку глубинную, да, начать подвергать критике. То есть в чём-то внешность важна, в чём-то внешность, безусловно, очень важна, но важна не сама внешность. Черчилле для примера возьмите. Не сама внешность, внешняя внешность важна, важно то, как человек себя преподносит. Важно то во внешности и во внешнем образе, как человек себя ведёт, уверен или нет. Если человек ведёт себя неуверенно, никакая внешность его не спасает, по крайней мере, надолго. Твоё внешность, я считаю, достаточно ужасно, и все остальные симпатичны мне. Никто никогда не говорил, что урота плохая внешность. Ну а вот сравнение, сравнение себя с другими, то бишь стыд. Сравнение себя с другими, то бишь стыд. Критика, критикующая позиция, критикующая родительская позиция ваша, которая берёт начало у родителей, у семьи. Это такая мысль, она появилась у вас абсолютно не на ровном месте, а в результате определённого опыта. Какого опыта и как их решения, это нужно выяснять, конечно же. Дальше, да, то есть понятно, что вы сравниваете себя с другими, вы сравниваете себя с другими людьми, вы сравниваете себя с другими, а нужно ориентироваться на себя. Когда в отношении к девушке мучают себя мысли, что вот если бы быть какой-то парень симпатичный, она сразу к нему уйдёт и всё такое. Ну хорошо. Здесь два момента. Если девушка уйдёт к более симпатичному парню, какие отношения нужны такой девочке? Соответствуют ли ваши ценности и цели её целям и ценностям? Имеет, например, для здорового партнёрства или для любви, или для семьи, или для детей значение внешности? Если честно, я так не думаю. Вот. Дальше. Что будет, если она уйдёт? В данном случае, судя по тому, что у вас начинается ревность, вы уверены в себе, вы не чувствуете себя достаточно значимым, вы боитесь одиночества, ну то есть по сути не принимаете в себя и с этим нужно работать с принятием в себя, как и сказал мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович, и вы боитесь одиночества. Вот. Так. То есть, как бы, что страшного произойдёт, если девушка уйдёт? Ну, уйдёт она, значит, и выбор, значит, она вас никогда не любила, разве нет? Понимаете, как вы воспринимаете девушку в данном случае? То есть, я хочу сказать, что вы девушку воспринимаете как носителя свободной воли, или как определённый я прибуд социального статуса своего, а может быть средство для того, чтобы доказать кому-то другому что-то? Вот. Одни отношения уже закончились плачевно, из-за чего? Не хочу, чтобы другие так же окончились. Согласен, и нужно менять ваше поведение. Для этого нужно исследовать ваш сценарий, исследовать паттерны, скрипты, и начать их потихонечку корректировать. Всё это реально, но всё это работа. Стараюсь стать идеальным в других качествах, но всё равно мне нужно стоять на первом месте. Ну, во-первых, идеальным стать нигде невозможным. Это первое. То есть, вы стремитесь быть идеальным, но идеальным быть нельзя. Вот. Быть идеальным – это, по сути, определённый драйвер. Это психологический драйвер. Можете почитать в интернете про эти самые драйверы, чтобы лучше понимать, о чём я говорю. Вот. И я думаю, что вам, ну, я думаю, что вы получите представление о том, что у вас, ну, происходит сейчас. Так что, то, что вам нужно, то, что вам нужно сделать, реально, да, это вот, значит, обратите внимание на то, какими аспектами своего поведения вы движимы. Вы движетесь. На данный момент. Эээ, дальше. Так, всё равно мне это ставится на первое место. Теперь, наверное, некрасиво, ничего не будет у человека этого в жизни. Ну, нужно анализировать, откуда это пошло, и, соответственно, сформулировать мысль, которую у вас пытаются передать данную установку. Вот. Ещё раз повторю, эээ, если бы в деловой среде и в профессиональной среде был бы такой подход, то мы бы с вами жили совсем в другом обществе. Это первое. Второе. Есть профессии, где определённая объективная внешность и приятная внешность, эээ, важна. Привлекательная внешность, важна, есть такая профессия. Ну, это профессии очень, очень, очень узкопрофильные. Совсем могу сказать. Обобщаете? Обобщать здесь? Абсолютно безусловно. Что можно с этим сделать? Работать над собой. Работать над собой и для начала полностью себя принять. Таким, какой вы есть. Вот. Значит, для начала сформулируйте, найдите источник этой мысли. Что-то вот, когда у вас эта мысль появилась, в результате чего, в результате каких жизненных событий, в результате какого взаимодействия с людьми у вас появилась такая позиция. То есть, почему вы начали так считать. Вот. И, соответственно, какую мысль я хотел передать человек, который вам высказал такую идею. Дальше. Создавьте список того, что вы в себе не принимаете. Вот. А именно вот. Того, что вы в себе не принимаете. И... Вы пишите отдельно аргументы и источники. Откуда вы это узнали? От кого? И где? Вы это узнали. И отдельно помните те мысли и идеи, которые высказывали вам ваши родители относительно вас. По отношению к вам. Ориентируясь исключительно на чувства. Вот ваши чувства. Которые вы испытываете. Которые вы переживаете. Которые... Которые, ладно... Движут. Вот. Ага. Так что... Соответственно... Тут вот такие могут быть рекомендации. А дальше индивидуальная работа. Терапия. Бороться. Бороться ничем не надо. Потому что это... Подавление. Это подавление... Подавление... Себя, своих... Желаний, своих потребностей. И так этим хорошо занимаются. Бороться не нужно. Нужно раскрывать. Продавать грамотную форму и... Реализовывать. Эффективно. Эффективно реализовывать. Вот. Вот так. Вот так. Ага. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные. Пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Подавим��. Пишите бавильные навыки. И конечно жизнь дорогие. Продолжение следует...